Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия, я занимаюсь изучением астрологии, веду аскезы и занимаюсь духовным ростом. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же прошла наша аскеза в 6 пятниц Венере и 7 понедельников Луне. Кто-то, кстати, до сих пор еще доделывает аскезу, потому что брали 16 понедельников Луне. Я специально не снимала результаты аскезы, решила подождать еще немного времени для того, чтобы результаты и плоды полностью реализовались и были наглядными. Восстанцы прошли опрос и, наконец-то, мы можем посмотреть на результаты нашей аскезы. Конечно же, я буду судить по своим результатам и делиться, какие изменения происходили у меня. Во-первых, я хочу сказать, что это была, наверное, первая аскеза, которая у меня прошла достаточно тяжело в плане отказа от еды, потому что это та аскеза, где у меня были нарушения впервые. Если вы помните, в прошлом видео говорилось, что я молодец, без нарушений никогда не нарушала, а-а-а, все, добрый день. Потому что буквально в первую пятницу уже у меня был перелет, потому что у меня буквально вот в первый день аскеза, у меня просто резко поменялись планы, об этом я чуть позже расскажу. И у меня просто в первый день был перелет, и я просто аскезу немного сорвала. В принципе, тоже аскезу было гораздо сложнее держать в путешествии, было гораздо сложнее держать, потому что это искушение, но даже просто была какая-то внутренняя слабость для придерживания аскезы, потому что ты вроде бы путешествуешь, ты вроде бы расслабляешься, там море, все дела, и все равно аскезу было держать тяжеловато. Это, наверное, была такая у меня аскеза, где я могла себе где-то попустительствовать. То есть, например, там на аскезе Венере, где у меня, по идее, должен быть день только на фруктах, тогда я могла позволить там выпить себе кофе с утра, либо могла позволить себе иногда какой-то там фруктовый десерт, где было добавление там йогурта, ну типа такого. Вот, но я решила лучше быть счастливым аскетом, чем злым аскетом, вот, поэтому где-то у меня были попущения. Я ни в коем случае не привожу здесь себя в хороший пример, этого делать нельзя. К аскезе нужно относиться максимально серьезно, но аскеза Венере, она подразумевает иногда некоторые женские слабости, то есть это женская аскеза, и здесь какие-то слабости могут быть. По понедельникам мне было держать аскезу гораздо проще, то есть на вареном рисе, в принципе, у меня аскеза проходила хорошо. Вот. Результаты аскезы у меня были буквально с первого дня, и у каждого человека они разворачиваются по-разному. У кого-то к концу аскезы, у кого-то там после окончания аскезы разворачиваются результаты. У меня не успела аскеза начаться, как просто мгновенная перемена. То есть вообще у меня что в прошлую аскезу Венере, что в эту аскезу Венере, у меня постоянно возникают путешествия. Причем путешествия незапланированные, которые свалились как снег на голову, и в этот раз все случилось именно так. Потому что к концу лета, то есть аскеза у нас начиналась первого сентября, и в конце лета у меня был такой небольшой грусть-тоска, потому что лето уходит. Я как-то его совершенно не заметила. И сложились так обстоятельства, я не планировала никаких поездок, и вроде бы у меня как-то и денег на это особо не было, да, потому что, ну там, ехать на юг. Ну, я никогда не ездила одна в путешествия тоже. Мне позвонила подруга и говорит, блин, я, говорит, сейчас на юге, давай приезжай, типа, все будет хорошо, не переживай, я поехала одна в путешествии на юг впервые в своей жизни. Вот, поэтому я очень сильно хотела на море, и сложилось именно так, сбылась вот моя мечта. Кстати, я не ставила намерение на аскезу, как раз именно на этих аскезах у меня новая была лекция по намерениям, да, потому что я решила, что не всегда на аскезу намерение нужно. Потому что многие люди не знают, чего они хотят, кто-то просто хочет гармонизировать, да, кто-то прописывает желания сугубо материальные. Я решила на эту аскезу, короче, намерений никаких не ставить. И развернулась именно так, как нельзя лучше. То есть возникло это путешествие, которое полностью перевернуло что-то внутри меня. Это было просто, наверное, одно из самых лучших времен в году. В общем, я всегда, когда я в путешествую, это самое лучшее время. Потому что я прям почувствовала эту сотвичную энергию на юге, пропиталась этими состояниями цветения, когда всё вокруг изобилует какими-то фруктами, какими-то красками, зеленью, фруктами. Все люди вокруг довольны. Меня это настолько наполнило, настолько зарядило, что у меня даже после того, как я вернулась обратно сюда, на Южный Урал, у меня есть серьёзные планы как-то перебираться на юг. Потому что мне там очень понравилось, мне очень понравилось в Сачах, и я прям подумала, что в следующем году я поживу там 100% какое-то время. Это путешествие, которое фактически изменило, наверное, жизнь, потому что до этого у меня таких планов не было. И я наконец-то увидела какую-то расслабленность в людях, увидела вот это хорошее состояние. То, какие состояния я там испытывала, это что-то прям из состояния очень высоковибрационных, состояния безусловной любви. То есть у меня, естественно, раскрылась женственность, я начала носить платьишки, начала носить, как-то ухаживать за собой. То есть, ну, когда такая вокруг атмосфера, ты волей-неволей начинаешь как-то более расслабленно себя чувствовать и начинаешь более в женственные такие состояния приходить. При опросе наших аскетов я видела, что кто-то переехал, кто-то встретил молодого человека, кто-то лечил болезнь по-женски. Результаты у всех абсолютно разные. Намерения у всех тоже сбываются по-разному. Кто-то тоже намерений не ставил и получил тоже разные результаты. Я здесь не стала исключением, потому что, естественно, аскеза что Венере, что Луне, она подразумевает нормализацию и налаживание личной жизни. И именно в этом путешествии у меня просто было огромное количество мужского внимания, но именно иностранцев. Потому что я познакомилась с турком, я познакомилась с израильтянином, я познакомилась с индийцем. Ну, с индийцем так просто мы пообщались, когда я была в минеральных водах. Вот, с турком тоже немного общались и затем с израильтянином, вы видели, я выкладывала тоже это в сториз. И мы сейчас до сих пор общаемся, потому что, ну, просто человек подошел, привет, там, о, как хорошо выглядишь. Мы обменялись номерами, до сих пор общаемся. Он даже зовет в Сочи к себе на Новый год встретить как бы вместе. Вот, но я пока что еще думаю, мы общаемся, смотрим, ну, посмотрим. И у меня неудивительно, что именно так разворачиваются, потому что Венера у меня в Стрельце, Луна у меня в 12-м доме. Это все про отдаленные земли, все про людей, которые не моей национальности. Мужчины, с которыми мы либо вместе путешествуем, либо которых я встречаю в путешествии, либо которые сами лицетворяют, как мужчины из отдаленных земель, да, соответственно, другой национальности. По Луне у меня очень сильно нормализовалась именно женская часть заботливости, потому что, в принципе, раньше я была такой достаточно холодноватой в плане заботы. То есть, ну, я в основном заботюсь только о самой себе. И сейчас у меня больше, знаете, такие энергии открылись какие-то материнские, что ли, какие-то такие заботливые. То есть, я больше уделяю внимание другим людям. То есть, я думаю о том, будет ли им комфортно. Стало мягкости, больше стало женственности, больше стало мягкости. Ну, многие тоже делают комплименты, ой, ну, там, ты изменилась, стала более такой как бы женственной. Хочется отметить одну закономерность, которая просто есть у всех, и она очень необычная. Так как это аскеза Венеры, Венера, она усиливается, да. И вместе с тем, что усиливается там женственность, мягкость, эти энергии, усиливается очень сильно тяга к сладкому. Потому что у меня, в принципе, я сладкое не особо любила раньше, но как я сильно просто... Я каждый день ела мороженое, мне нужно было сладкое каждый день, когда я была в путешествии. То есть, мне просто постоянно нужна доза порция сладкого. Это было что-то странное, потому что я могла съесть сладкое, и мне снова хочется сладкое. И то же самое было в опросе и у других девочек. То есть, их тяга к сладкому, она увеличилась. То же самое, Венера отвечает за рост, за комфорт и так далее. И, конечно же, именно на период аскезы хорошо шли продажи, хорошо покупали натальные карты. То есть, финансово я чувствовала себя гораздо лучше, чем вне аскезы. В путешествии я могла тоже там что-то себе позволять, да, позволять себе там поездки различные. И, соответственно, тоже, ну, само путешествие, это тоже есть некоторая такая роскошь, как бы, да. Эту аскезу у меня фактически просто перевернулось мышление. Я прям нашла для себя новые ориентиры, куда я хочу двигаться. Очень сильно поднялись вибрации, потому что у меня просто были невероятные высокие состояния энергетические. И я могу сказать, что у меня даже прям раскрылось сердце. С теми практиками и с аскезой, и с теми практиками, которые мы делали, что-то внутри действительно очистилось, что-то внутри поменялось. И появились направления для дальнейшего движения. Конечно же, для того, чтобы узнать плоды аскезы, нужно смотреть, в каком знаке у вас стоит Венера, да, вот что именно вы активируете. Потому что если у меня Венера в стрельце, у меня постоянно это активируется в формате путешествий, в формате духовного роста, духовного преображения. А мы смотрели транзиты у участников, у большинства участников, примерно у 70%, на время начала аскезы Венера была в 12-м доме. Соответственно, именно за год примерно Венера делает круг по натальной карте. И у большинства участников у них был такой переход из окончания старого цикла и переход в новый цикл, да. То есть именно на аскезу большинство Венера взошла в первый дом и, соответственно, олицетворяла новое обновление. То есть мы делали аскезу фактически на следующий год для того, чтобы Венера была активной, была, так сказать, гармонизированной и заряженной. Несмотря на некоторые попустительства, аскеза все равно сработала очень хорошо. Ну, конечно, держать все равно немного тяжеловато, но, тем не менее, аскеза принесла замечательные плоды, замечательные, неожиданные, кстати, результаты. Потому что, если честно, когда я брала аскезу, я даже не знала, как она может развернуться, как она может раскрыться. И, в принципе, у меня, даже когда я иду в аскезу, у меня нет какого-то намерения что-то получить. У меня всегда намерение только дать как можно больше аскетам, как можно больше информации хорошей и продержать аскезу как можно чище, да. Потому что, в первую очередь, аскеза — это духовное служение, а не инструмент для получения каких-то результатов, да. Потому что наши там сбывающиеся намерения, либо то, что вот мы получаем, — это как побочный эффект. В первую очередь, это духовное служение. И об этом всегда нужно помнить, когда вы идете в любую аскезу, даже в любой другой планете. Эта аскеза, она осталась в записи полностью, со всеми материалами. Вы можете пройти ее самостоятельно под моим руководством. Ссылка на аскезу есть в описании. Отдельно аскеза Венеры и отдельно аскеза Луни, потому что вместе вы их могли пройти только в живом формате. Сейчас две аскезы отдельно. Благодарю вас за внимание, ставьте лайки. Если кто-то проходил аскезу Венеры в моей группе, либо отдельно, пишите в комментариях, как у вас все прошло, какие результаты вы достигли, понравилась ли вам аскеза. Всех люблю, целую, увидимся в следующих видео.